I have ways of blowing things up. Пьяный кузен на почте работает, так он разрешил мне воспользоваться их копировальной машиной и сделать себе копию своего экземпляра. Погоди. Почему ты такой уставший, музыка, блин? Да, иди, отдыхай, конечно. Похороны Гален Вулб. А, точно. Да, иди. Иди. Пусть сами выбирают. Так, не нужно назначить... Давайте я Ароновича на поиск фоток назначу. Кого бы мне куда назначить-то? Пусть Прингер на поиск улик и Валентин на первое... Давайте одного нормального закинем, посмотрим сколько он кадров найдет. Сравним, кстати, значит это что-то или нет. Продолжаем. Коп вернулся с разведкой. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Остался один день. То есть по идее мы завтра штурмуем. Я сейчас могу в разведку... В прошлый раз же мне не разрешили, блин, да, иди ты, иди ты нафиг. В прошлый раз тупо так получилось. Вот в этом смысле игра сделана тоже максимально плохо, к сожалению, потому что у тебя нет никаких триггеров, ничего. Вот день закончился, вот не успел и не успел, всё, всё, ты сам виноват. Ну и многие такие вот вещи, которые, ну, на самом деле, бесят. Ладно. По выводам, да, по выводам. Послезадок надо будет заплатить фрайл. Так дайте мне денег, блин. Я как ответственный, как всегда держу ухо востро, даже когда выпиваю. Так вот, вчера в баре уловил беседу наших ребят о банде санитара леса. Ускользнули подонки от правосудия. Вы ещё хотите, понимаете, или как? Так, если что, я готов поделиться кое-какой информацией, которая поможет... Иди, иди нафиг. Мне тут деньги платить. Так, чуваку золото нужно, а тому, да, похороны. Ну, блин, чел. Это не я тебя убил, тебя игра убила. Игра это любит делать. У меня неожиданно мало людей на смене. Ладно. Здоровенный мужик бьёт ногами молодого автомойчика за то, что тот случайно поцарапал его машину. Сгоняйте вдвоём. Сорян. Я же говорю, по выводам мы с вами ещё раз берёмся. Или два берёмся, посмотрим. Школа имени Астрид и Йонсон. Мистер Нэш, я как только сторожем стал, так сразу начал готовиться к самому страшному дню. Дню, когда в класс придёт школьник с оружием. Я хочу быть готов на все сто, чтобы защитить других детей от малолетнего психопата. Я тренируюсь ежедневно и дам фору любому военному. Единственное, чего мне хватает, это шумовых гранат. Потому что иногда не имеет никакого значения, как хорошо стреляешь, если у противника позиция лучше, что ты в жопе. И вот тогда гранат поможет тебе вернуть контроль над ситуацией. Достаньте мне шесть таких гранат, и я поделюсь стрелковым опытом с любым твоим копом. За умеренную плату, конечно. Шесть гранат тебе достать. Отправить. У меня есть гранат. Ладно, короче. Итак. Томочек кашляет кровью и пытается спрятаться под машиной. Здоровенный мужик ревёт и тачит его за ноги. Использует шокер, конечно. Вообще не... Копа глушил мужика шокера, а томочеку сильно досталось, но жить будет. Надо было ударить его большим ножом, но ладно. Кокаин нашли на месте преступления. Офигаси, вот это находочка. 5.53 в прогрессе. Итак. Нибелунги. Чистос сообщил, что в ударе зашла девушка в кофте с капюшоном и пистолетом в кармане. Сюда нужен снайпер. Поехали. Если они сейчас Алиеву убьют, мистер Нэш, всё прошло хорошо. Вот, отлично. Плюс 2 копа. Интересно, какой у них капотип. Итак. Мистер Нэш, всё в порядке. Я отвёз со светошумом и гранатой мужику. Он сказал, что ждёт наших ребят у себя. У меня были, как кажется, гранаты, да? Ладно. Или я отдал все. Получили сигареты. О, 150. Да, благодарю. 150 баксов. Угу. Сейчас бы я начал кого-то тренировать. Мне нужно ещё 4,5 штуки за 2 дня. Где их взять за 2 дня столько? Ну, то есть, я прям серьёзно говорю. У меня беда. Моя дочь ушла в поход в лес и не вернулась. Хотя должна была прийти ещё позавчера. Она давно ходит в походы одна. Но боюсь, что она в этот раз всё-таки заблудилась. Порой и шарпутские леса не те, чем кажутся. Я хочу, чтобы 3 ваших самых внимательных копа отправились в лес и перевернули там каждый кай. Если они найдут мою девочку, то обещаю, в территории моей свинобойни для преступников не будет действовать Женевская конвенция. О-о-о! Это хорошо. Мне нужно... Ехайте, ребят. Надо было муродиана отправить, кстати. Ладно. В ломбарде полумрак. Под потолком мерцает тусклая лампочка. Девушка в капюшоне направила оружие на кассир ломбарда. Требует вернуть ей мамина оживление. Девушка не достала оружие с кармана. Видны только его очертания. Похоже, что это револьвер малого калибра. Выстрелить. Коп попал девушке в живот. Она быстро истекла кровью. У неё в кармане не было револьвера. Она просто сложила пальцы в форме оружия. Я, кстати, это и подозревал. Я был практически уверен. Но, ну, типа, рисковать? Не, спасибо. По-человечески, если бы игра была логичной, я бы поставил ставку на то, что у неё нет пушки. И подошёл бы и арестовал. Но, блин. Поскольку игра по-свински, я тоже по-свински. Может, что-то продать, кстати? Кстати, я же могу попродавать кучу всякой фигни. Что у нас хорошо стоит? Антибиотики можно продать. Офигеть! Да. Да. Кожаные ботинки штуку стоят? Вы офигели? Я их чуть не отдал какому-то доходяйке, блин. Так. Продать. Драгоценности. О, кокаин один есть. Вискарь. Сигареты. Сигареты ничего не стоят, кстати. Выпивка. Тазер. О, марихуану можно спихнуть. Давайте. Нет, чего у меня два? У меня два драгоценности. Давайте я одни драгоценности спихну. Вот как можно деньги-то зарабатывать? Можно торговать всем этим говном. Всё, тогда у меня на всё хватает. Со склада можно... Нет, стоп. На складе это... Я понял, не продавать отсюда. Всё, я в шоколаде. Двадцать штук у меня есть. Можно успокоиться. Поехали посмотрим. Блин, у меня золота нету. Так, два вызова сразу. Больница, Роузмари, пациент. Громко пожаловался на медсестру, которая вымогает у него деньги. Ну, идите, разберитесь. Что у нас второе? Ухода в магазин. Бород этот мужчина угрожает молодому парню. Раз, правой! Алиев, фас. Блин. Два бомжа. Пытаются разобрать на металлом одну из запор ради вышки. Почему-то, предсловно, два бомжа. Я вспомнил, как из прошлой... Ткань, поедите, это было в прошлом или позапрошлой серии. Там, где чувак бомжи в фургон тащил к себе. Кстати, максимально упор это задание было со стороны игры. И задание-то интересно, звучит прикольно, но... То, как эта игра оформила, просто трындец. Блин, ребят, не надо, у меня один макперот остался. Не грабьте никого, не убивайте никого, подождите. Вымогатели. Бород от мужчины в плотном пальто. Представил... Снять стайпером, конечно. Подкрасться. Копс умел подкрасться к бородочу, арестовать его. Умение затачивать ложки наверняка пригодится ему в тюрьме. Вот там нужен был снайпер, да. Так. На тебе... Может, мы максимальную скрытность сделаем? Давайте. До поднятия трех, и полицейские получают на одно действие больше. До трех действий максимум. Это офигенно! Ниндзя! Ниндзя! Депошка. Так, хорошо. Бомжи пилят. Да? Уехать! Да, бомжи с двуручной пилой пытаются отпилить одну из опор радиовышки. От скрежет до металла хочется сбежать куда подальше. Выстрелить в воздух. Уехать хороший вариант. Звук выстрела потонул в скрежете металла. Бомжи продолжают усердно пилить. Подкрасться и вырвать у бомжей пилу. И то, и то мне очень не нравится. Потому что вырвать пилу... Давай подкрасться. Коп сумел незаметно подкрастью бомжам арестовать. Их шарповское радио больше ничего не угрожает. Они бы все равно ничего не перепилили. Но! Если бы я выбрал опцию уехать. Ну, типа, просто забить и уехать. И все. То мне бы засчитали, что, типа, преступник скрылся. Хотя преступления как такового не было. Вот в чем проблема. Поэтому... На тебе тоже максимальную скрытность. Тоже ниндзей будешь. Девять секунд. Что там надо? Ты еще... Они не успеют. Пьяный священник пытается распилить фугасные снаряды, которые раскопали. У меня не успеют люди приехать. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Ну, игра меня вынуждает. Ну, смотрите. Ну, мне некого отправить туда. Причем туда нужно 1250. Вы офигели. Ну, и причем дали не 20 секунд, а вот красное сразу. Ну, какого... Вот это обидно сейчас. Так. Вымогательство. Места страна не делала ничего незаконного. Хотела, чтобы пациент рассчитался за дорогие лекарства, которые привезли специально для него. Пожалуй, очень не так ее расслышал. И поднял полицию на ноги. Спасибо тебе большое. Никто не приехал на высов. Преступник сбежал. Гражданский погиб, конечно. Да, спасибо, игра тебе огромнейшая. И сразу у меня все освободились. Кто мог бы туда приехать? Ну, просто офигенно. Дайте на 2 секунды больше. Нестер Неш. Сегодня после работы начинается турнир по футболу среди городских служб. Мы принимаем участие. Так ведь? В Берч. Хорошо. Принимаем. Ты там будешь выходные на это дело просить? Хорошо. Пьяный подросток зашел в бар и потребовал выпивку. Бармен сказал, что это подросток разъярился, не разозлился. Он схватил с барной стойки бутылку, разбил ее и стал угрожать бармену за точкой. Разочкой. За точкой. Так. Так. И Дюваль. Давай поехали. Фиг с ним. Если что, снимем его. У нас скоро уже это... В общем, одну миссию мы полностью профокапили. Не потому что... Опа, вот ночных воплей. Давайте сравним. Да. Открыть расследование. Сравним, сколько у нас фоток добавилось. Да, видите, опытный коп может больше фоток раздобыть. Хорошо. Значит, на следующий день надо отправить туда крутых чуваков. Ну, по возможности. Спрингер вообще вымотанный. Лес. Знаешь, мы весь день по этому чертову лесу лазили, но таки не нашли эту тупую овцу, из-за нее один из наших угодил в капкан. Пришлось его на себе нести. Ее отец, конечно, был счастлив и просил передать, что ждет ваших гостей у себя в свинобойке в любое время дня и ночи. Что это за гости у вас такие интересные? Климзи, чувак, сорян. Арт ранения. А, стой. Воу-воу-воу-воу. Я требую уважения заплетающимся языком, орет подросток и тычет розочкой лицо бармену. Ударить его шокером. Копа глушил подростка, весь бар аплодирует, четкая работа полиции. Да, и мы еще и оконечка притащили с собой. И ты у нас еще и скрытность получишь, чувак. Первый выстрел есть. А вот эта фишка с первым выстрелом, на самом деле, достаточно сильно пригодилась. Прикольно. Так, Климзи проваляется еще хрен знает сколько в больнице. Молодец. Ну, на самом деле, все-таки один раз игра нас сегодня хорошенько подставила. Я думаю, что это была максимальная подстава, то, что они сделали. Вот, быстрый высер-вызов, вот этот вот, на 9 секунд, на 1250 очков этого, идите нафиг. Причем мы разошлись буквально в каких-то пару секунд. Так, завершаем день. Разведка. Идти, наверное, на прослушку. Все, закрываем. Я не знаю, получается, на следующий день у нас будет... А, сегодня у нас ничья. Нет, не ничья. Сейчас посмотрим, подожди. Продолжить. Нэш выигрывает. Ход Нэша. Я забираю первого. У меня 13, я не могу забрать себе нового человека. К сожалению, блин. Мы будем тогда нагребать по полной то, что у нас тут есть. 15, 6. Вот так. Мудила, блин. Розенкранц, наверное, на завтра у нас будет в порядке. Алиева еще разочек погоняем. Ароновича надо будет отправить на расследование опять, если он напьется, посмотрим. Челмикки, наверное, выйдет, мне кажется. Перси. Тварь ты такая. И давайте Валентины еще притащим. Завершаем день. Поехали. Еще один день сегодня сделаем. Ну-ка. Вот. Отлично. Брат Хинни пришел на работу. Розенкранц. Выздоровел и готов в бой. Красавчик, чувак. Идем сюда. Челмикки тоже вернулся. Перебрал с выпивкой. Я едва ли смогу работать. Хорошо. Продолжить. Перебрал с выпивкой. Перси, блин. Тварина тупая. Моя тетя Жалкин из Мэттлэда стояла вчера огромную очередь, но так и не смогла купить себе экземпляр последнего искушения «Нептуна 2». Просит срочно пересказать ей по телефону весь... Нет. Извини, но нет. Это глупо. Музыка. Несторожно, вчера дочитал последнее искушение. И что ей говорить, я подозрел, что числоточник мразь, но не думал, что он решится сделать такое с бедной Валентиной. Признаюсь, эти новости выбили меня из колеи. До сих пор в себя прийти не могу. Да и что он теперь делает до выхода третьей книги? В общем, работник из меня... Нет. Нет. Я даже считать это не хочу. Ладно. Мои младшие братья подали классную идею. Вместо того, чтобы ждать теперь годами выхода последнего искушения «Нептуна 3», мы сами напишем продолжение. Мы уже и сюжет придумали. Валентина инсценировала свою смерть, чтобы встретиться с Фонтейном в Будапеште. А там червей окажется сестрой бубновой шестерки. Значит, она может претендовать на наследство Стивена Баума. Круто, да? В общем, я сегодня работать не буду. Надо же хотя бы первую главу набросать, чтобы запал не пропал. Можно? Нет. Старнеш вчера на футбольном турнире «Лесные духи» были не на... А, «Лесные духи» были не на нашей стороне. Мы разгромно проиграли. А Лео Брахди, кажется, сломал ногу. И он на скорой помощи... Он просто не пришел на работу сегодня. Мне не сказали, что он в инвалидности или что-то такое. Ладно. Разбирайте. Начать день. Хух. Так. Аронович, давай опять на поиски вторых фоток. Давайте мы, наверное... Перси на поиск улик отправим. И... Фу-фу-фу-фу. Блин, кого бы... Ну вот Валентина опять на первой фотке. Потому что он уже и подуставший, и все. Ваш коп вернулся с разведки. Снарядить и назначить группу. Так, хорошо. Распределение. Забор перед баней. Здесь вы можете расставить копы в позиции для штурма. Если вы не изучите разведан, и выберите копы, которые идеально подходят. Сила 2. У меня сильных-то чуваков, кстати, не особо-то и нету. Они... Они все килики. Сила 1, сила... Они вообще, никто из них не сильный. Так. Сюда нужно... В баню нужен переговорщик. Быстрый и сильный. Почему баня окно? Это он. Копов на штурм можно распределить заранее. Эти сотрудники гарантированно будут приходить на каждую смену. Они смогут занимать другие дела, пока привязаны к штурмам. Так может я штурм начну? Почему баня первая? Я не пойму. Ладно, интеллект. Кстати, мой радиант достаточно неплохо прокачан. На. Дальше... Кто будет? Нужен чувак с переговорами. Переговоры 1. Стрельба. Ну иди с переговорами. А я не могу больше никого назначить? Подождите. Я не пойму, как это работает. Эти сразу не подходят, потому что... У них не хватает силы. А, у меня в принципе нет чувака, у которого есть сила, да? Кого можно туда посадить. Круто. Кухня. Стрельба. Подожди. Почему это так всрато сделано? А, у кого есть вот эти вот навыки, кто может с тазером? У меня в принципе тазера нет, забейте. А когда это всё будет? Когда? Днём? Вечером? Что? Куда я сейчас кинул 4 копа? На что? Вы там об дверь долбанули? Завтра нужно будет заплатить... Иди, иди к чёрту, Фрай. А, вы уже посмотрели на его часть кровавой рубашки. Я вот совсем не ожидал, что у крошки манит такое золотое сердце. Но это не просто, чтобы поболтать. Послезавтра заеду за оборудованием, которое нужно для открытия нашего с вами видеосалона. Ведь помните, что мне нужен большой телевизор? Видик? Нет, телека нету. Пустый видеокассет, электрический генератор. Кстати, есть кассеты с фильмами. Мне нужно телек будет купить. Возле почты собрались агрессивные толпы недовольных людей. Кажется, что ещё немного, и они оставят от здания... Не оставят от здания камня на камке. И тут задание на тысячу такое. На! Этот день будет просто фейловым. Так. Две старушки не поделили место в очереди. Они начали ссориться, и одна громко сказала другой. Женщина, помолчите. У вас ужасный запах изо рта прямо. Глаза режут оскорблены. Старушка достала из-за пазухи персовой баллончики. Её спылила обидчицы в лицо. Вот это интрига. Лео Братхи. А, на пять дней выбыл. Конечно, спасибо, чувак. Поучаствовали, блин, в футболе. Транитец. Агрессивные толпы недовольных людей оказались в безобидной очереди, желающих получить свои посылки. Люди были лишь слегка недовольны тем, что с какой скоростью их обслуживают. Многим пришлось стоять на морозе, потому что... Все просто не помещались внутрь почты. Офигенно. Кража. Морг. Кто-то вломился в морг через окно и выкрал дизельный генератор. А почему насрано-то? Сейчас музыка приедет, я его отправлю. Ну, ребят, ну вы там офигели, что ли? Ну-ка. Старушка гордо стоит на своей обидчестве, которая катается по полу и держится за лицо. И вещая... А как тебе это, запашок гнида? Заломать. В смысле? Это... Вы... Вы дебилы! Кот пытался заломать старушку, но она брызнула ему в лицо из перцового баллончика и сбежала. Копу потребуется медицинская помощь. Она его уже распылила. Он там не вот такой, не килограммовый. Они обычно содержат в себе буквально на один-два брызга эти баллончики-то. Во-первых. Во-вторых, черт побери. И коп ранен. Какой ранен? Пошел умылся, вернулся в участок. Ранен, блин. Просто идите нафиг. Игра максимально издевается. Да, он завтра уже вернется, но, блин, мне от этого не легче. Он уставший вернется или отдохнувший? Вот что мне еще интересно. Так. Купить. Телек есть у вас? Это, видимо, не у тебя надо смотреть, да? Это вот. Ясно. Обед с 11 до 13. Так я же уже купить. Продай мне телевизор, блин. Будь человеком. У меня нет телевизора, по-моему. По-моему, за коп ранен не дают какие-то очки минуса. Почему вы музыку сожрали и не отдаете? Там, я понимаю, что расследование и все дела, но, блин. А золото сколько стоит купить? Десять штук. Подожди. А в морге тебе что нужно? Кокаин, молотый кофе и паприка. Паприки у меня нету. Паприка и молотый кофе, да? Вот где мне их взять? Мой рабочий день окончен, конечно же, блин. Продать? Что я могу продать? Так, кокаин, кстати, есть. Бухлишко есть. Еще одно бухлишко есть. О, марихуана есть. Стойте, три тысячи, четыре тысячи. Семь тысяч. Я могу, в принципе, золото набрать, если что. Давайте я на завтра, если получится, наберу золото, когда у меня люди будут, по крайней мере, под это все. Зачем я целых три человека отправил на расследование? Так, хорошо. Юркий бомж забежал в клуб, стащил танцовщицу со сцены, усадил к себе на колени и лапает. Когда появилась охрана, он пригласил, что порежет девушке лицо. Вперед, Алиев, что я тебе скажу. Эта ситуация просто максимально фантастическая. 610, пофиг, я даже читать не буду. Мне нечем туда ехать физически. Я понимаю, что тут еще 20 секунд. Давай скорее, бомж, блин. Полный стриптизерша в костюме школьницы сидит на коленях у тощего бомжа. Одной рукой приказать. Бомж толкнул на копа, а сам рванул к черному ходу. Выстрелить. Все, супер, справились. На тебе одну силу, по крайней мере. Так, не то. Дела расследования панды. Так. Штурм. Распределение. Вот, он вернется. Мне надо будет его туда отправить. Хотя, как я его туда отправлю, если мне еще на вызов надо. О, стой, у меня два человека освободилось. Ну-ка, поехали. Мужчина в костюме глазки ходит от дома к дому и предлагает купить у него оружие. 526 в прогрессе. Так. Настер Нэш, давайте сыграем в Блэк Джек, а то я расстроюсь. Хорошо сыграем. Сколько сюда надо? Блин. Олив, возвращайся скорее. Так, двое мужчин привязали старшую дочь фермера Билла Баклера за ноги. Тракторы и возят по полю, блин. Ай, какой трындец. Блин, они уставшие. Как бы они в аварию-то не попали. Открыть расследование. Я с этим потом буду ознакомливаться. Пожалуйста, доедьте туда по-человечески. А, мне нужна Алиева. А я его уже никак не распределю. Правильно? Правильно. Торговля оружия. Мужчина не продал боевое оружие. Он предлагал купить у него грушечный пистолет. Но я решил, что дети богачи тоже любят играть в войнушки. Ну и хорошо. Я Алиева уже никак не распределю. Потому что вот эта менюшка сверху после часа исчезает. Ну то есть ты уже не можешь в последнюю секунду назначить копа. Хотя он туда и в принципе помещался. Ну классно. Офигенно. Трактор тарахтит по перепаханному полю и тащит за собой молодую девушку. Ее одежда уже превратилась в кровавые лохмотья. Фермер Билл Баклер в ужасе. Они ворвались к нам в дом и схватили мою дочь, обзывая ее грязной приезжей ведьмой. Выстрелить в колесо. Коп попал в колесо трактора. Оно лопнуло с громким хлопком. Трактор повел в сторону и он рухнул на бок. Преступники остались внутри и стали легкой добычей для полиции. Девушка сильно пострадала, но жить будет. Билл Баклер в печали. Мы приехали сюда из Фрибурга за спокойной жизнью. Тут такое творится. Красавчики в конце просто. Солярка в канистрах. Супер. Поуставали как черти, но доехали, сделали. Интересно, на обратном пути они еще могут перевернуться? Да давайте нет. Итак. Итак, и так, и так. Чем же нам светит сегодняшний этот? Просто я от этой игры уже любую подляну ожидаю. День завершен, конечно же. Распределение. Не сюда. Сюда. Вот он сюда. Подходит идеальнейше. А сюда мне нужен человек, у которого будет тазер с картриджем. И стрельба на один. Мне, по сути, не хватает тазера с кариком, да? Ну и навык скорости, наверное. Стрельба вот эта с двух рук. А, я не могу начать в таком... Ну, отменить штурм, конечно, да. А что мне остается? Да, отменяем, забейте. Мне не хватает целого человека. Вы че? Хватит. Вы посмотрите на эту феноменальную удачу. Так не бывает. Шесть. Еще карту, конечно же. Пятнадцать. Еще карту. Двадцать. Конечно, я проиграл. Ну, в прошлый раз он из 4-1 вытянул победу на 5-4. Вы че? Девятнадцать. Хватит. Вы победили. Спасибо. Игра себе, на самом деле, вообще не смущаясь, подыгрывает. Но, опять же, ладно. Пятнадцать. Хватит. Да. Да, и, конечно, когда у него пятнадцать, ему дают двоечку. Когда у меня пятнадцать, то... Сами знаете. Вот смотри, еще карту. Ладно, девятнадцать. Хватит. Я победил. Спасибо. Мистер Нэш. Так, восемнадцать. Хватит. Шансы, что мне что-то приличное выпадет, были крайне малы. Три-три. Четырнадцать. Еще. Девятнадцать. Хватит. Тринадцать. Девятнадцать. Вот, смотрите. Четыре-три. Но я практически верен, что чувак победит. Хватит. Ну, двадцать один, это моментальная победа. То есть, тут... Я знаю, что я победил. Ладно. На этот раз в мою сторону. Просто в Blackjack, когда ты играешь, когда у тебя двадцать один, ты сразу же об этом заявляешь, что у тебя моментальная победа. Старнэш, а вы неплохо играете. Знаете что? Раз такое дело, то можете не искать для меня пива вудчак. На завтра в честь вашей победы. Обойдусь обычной суммой в пятьсот баксов. Обойдешься, блин, знаешь чем. Пойди-ка-то за сегодня. Как у меня две тырдочки за сегодня, а? Никто не хочет подсказать. Шестнадцать. Нанять он никого не может, он будет покупать вещи. Перцовый баллончик. Хорошо, забрал. Да, забрал. Хорошо, он сейчас заберет третий, я тебя понял. Ну, то есть, там же без вариантов. Хорошо, пусть он подавится этими перцовыми баллончиками. Видите, у меня кариков на тазер никаких нету, и это вообще трындец. Далее. Поровну. Поровну идем, потому что игра свинячит. Олив остается отдыхать. Набираем людей, всех свежих отдохнувших. Все красавчики. Персии отправим. Пусть он хотя бы одну фотку раскопает. И Спрингера, наверное, отправим. Посмотрим. Завершить день. В принципе, меня же никто не торопит с расследованием. Это я сам, типа, тороплюсь, но... Нестер Неш, я выздоровел и готов к бою. Знаете что, ребят? Давайте тогда на этом закончим. Мы же на самом деле два дня прожили. И уже продолжим в следующий раз. Так что, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...